Великобритания готовит новую антитеррористическую стратегию. Нынешнее законодательство не отвечает реальным угрозам, решили в правительстве Терезы Мэй. О пересмотре концепции заговорили на фоне международного скандала с отравлением двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. С подробностями Ирина Иванова из Лондона. Новый антитеррористический закон, пересмотр программы о выдаче визы иностранцам, а теперь еще борьба с отмыванием денег. Лондон противостоит Москве по всем фронтам. Финансовый комитет Палаты общин начал расследование экономических преступлений. По данным организации Transparency International, россияне вложили в британскую недвижимость миллиард 200 миллионов долларов. Британская столица даже получила прозвище Лондонград. Правительство сейчас начало активно выполнять закон о финансах, происхождение которых не подтверждено. На этой неделе заморозили имущество неизвестного бизнесмена стоимостью 22 миллиона фунтов стерлингов. Пока ничего не известно о его гражданстве. Разглашать эту информацию или нет, должен решить суд. Также Тереза Мэй озвучила идею запретить продавать российские бонды на лондонской бирже. До сих пор Россия могла брать займы на рынках капиталов ЕС и США. Глава британского правительства даже заручилась поддержкой Дональда Трампа в вопросе противодействия российской шпионской сети Великобритании и США. Лидеры по телефону обсуждали, как ограничить подобную деятельность. Тем временем появились новые детали расследования дела об отравлении двойного агента Скрипаля и его дочери. Как сообщили в Скотланд-Ярде, скорее всего они были отравлены у себя дома. Максимальную концентрацию химического вещества обнаружили на ручке входной двери их дома в Солсбери. Сержант Ник Бейли, который тоже пострадал от отравления, предположительно осматривал жилище Скрипалей. Вскоре деталей этого преступления может быть еще больше. Медики сообщают, что дочь агента Юлия идет на поправку. Ирина Иванова, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.